Доброе утро, мои хорошие! Я только что проснулась, проснулась достаточно поздно, встала рано, но потом я обнаружила, что на улице такой ураган, и причем ураган в такой ответственный день. У меня у двоюродного брата сегодня день рождения, мне обязательно нужно съездить что-то ему купить, а на улице ужасная просто погода, такой ветер! Прям, знаете, такое ощущение, что я вместе с такси куда-то улечу. Я не люблю, когда такой ветер, причем это несравнимо с тем ветром, который я видела, например, у нас в Саратове, когда жила в России. Это прям, знаете, до костей прям доходит этот ветер, казалось бы, погода не такая уж и холодная, но этот ветер в мае, тем более, когда должна быть потрясающая погода, ну куда же ты? Я как дурочка вчера не сходила и не купила подарок, а сейчас даже поздно что-то заказывать. Обычно, если ты заказываешь какой-то парфюм, например, он приходит в течение трех рабочих дней, это для меня не подходит, конечно же, поэтому нужно собирать манатки, быстро краситься, идти покупать, потому что где-то в семь я уже должна быть там. Особо сильно они там не отмечают, понятное дело, вроде как они просто чисто в семейном кругу, но я решила поздравить, просто сделать как бы приятное, так скажем, небольшой такой символический подарок все-таки прикупить. Макияж я буду делать вот этой вот палеткой от Revolution, называется она Dragon's Heart, обалденное качество, и я буду использовать вот этот оттенок. Он очень классно переливается на глазках, прям такое золото-золото. Хорошее качество, всем советую эту палетку. Так как я иду на днюху, сразу сейчас сделаю макияж и мукбанг сниму, и чтобы вечером мне переделывать не надо было, сделаю что-то яркое. И тон у меня от NYX, я когда его купила, мне он не понравился, но сейчас я просто балдею от этого тонального. И что вы думаете, его сняли с производства. Ну все, макияж готов. Не обращайте внимания на свист на улице, я не знаю, вам будет слышно или нет, но это ветер. Макияж уже готов, нужно собираться уже потихонечку, идти покупать подарочек. Вы знаете, когда такой ветер, мне всегда страшно. Однажды мне моя подписчица отправила фотографию, как дерево из-за этого ветра упало на машину ее мужа. И хорошо, что, слава богу, что мужа не было в машине, представляете? Поэтому немножко опасненько. Хорошо, что двоюродный брат живет почти во дворе со мной. То есть ехать в гости далеко не надо, там пешочком прошелся и все. Вот, а за подарком нужно будет поехать. Коротко о погоде. Ничего хорошего. Вчера я интенсивно убиралась в квартире и постирала вещи. Убрала, кстати, вещи с веревки, потому что на улице ветер. И вы посмотрите на мое платье. Оно было нежно-розового цвета и цвет от брюк немножко перешел сюда. И новое платье, вуаля! Но самое главное, почему я решила постирать это платье, из-за вот этого пятна. Не знаю, вам видно или нет, но пятно так и осталось. Что делать теперь с этим платьем, непонятно. Носила его всего один раз. И вот, пожалуйста, в каком состоянии. Ужас просто. Для мукбанка я буду делать бутерброды со шпротами. Я их очень люблю и давно на канале тоже не было. Беру обычный черный хлеб. Кстати, вы знаете, я вчера заметила в магазине такую особенность, что хлеб, который уже старый, так скажем, не свежий, его кладут ближе, ближе к покупателю, чем вот свежий. Я вчера купила и купила как раз-таки сзади. То есть взяла с задней полки. Хитрый такой лайфхак. Кто не видел, покажу. А вот так вот выглядит тот ракурс, который не видно в мукбанке. Обычно я вот так вот захватываю. И вы как бы эти табуретки не видите. Но на них я, кстати, не сижу. Это чисто для стола. Они чистые. Я их еще в уборке вытирала. Я хочу убрать гирлянду, потому что она уже ни к чему. Уже лето. А у меня еще новогодняя гирлянда. Я, короче, скинула уже даже видео. Мукбан, который только что засняла. Вроде как погода немножко стабилизировалась. Уже потихоньку надо выходить и покупать подарок для двоюродного брата. Я уже вызвала такси. Мне нужно съездить за подарком. Уже даже выбрала, что я куплю. Я куплю рубашку в размере М. Выбрала расцветку. Однажды я покупала наподобие рубашку своему парню. Просто от другой фирмы. Двоюродному брату тоже выбрала. И, к сожалению, они не могут оставить сами. И поэтому вот в такую ужасную погоду мне придется ехать и забирать все это дело самой. Но зато я посмотрю. Возможно, там присмотрю какой-то другой оттенок. Иногда бывает, знаете, на сайте цвет не всегда такой, как в жизни. Ты можешь потрогать, посмотреть, нравится ли тебе материал, нравится ли тебе плотность. Я решила взять с длинным рукавом. Были и с коротким, но мне кажется, как-то с длинным более так универсально. Тем более погода, несмотря на то, что май достаточно холодно. Вот, поэтому решила взять с длинным рукавом. Классика. Все такое. Ну, в общем, сейчас покажу вам, как только приеду домой. Надеюсь, что подправлять макияж мне не придется. Потому что настолько мне нравится, как получился мейк. Так, по-праздничному. Кстати, вот эти вот тени очень долго и хорошо держатся. И смотрится красиво. Ну что, мои хорошие, я уже дома. Сейчас вам покажу рубашечку, которую я купила. Даже не знаю, стоит ли открывать. Я ее вынула из пакетика из упаковки. Вот так вот она выглядит. Такой материал приятный. На ощупь длинный рукав. Мне кажется, классика. Подойдет. Я знала, какой размер у него. Потому что спрашивала до этого у его жены. И она сказала, что он носит М. Поэтому думаю, что эта рубашка тоже идеально подойдет. А еще я заказала суши. Обычно на день рождения идут голодными. Но только не в этом случае. Просто вау. Так аппетитненько. Такой аромат стоит. Это спайсы с креветкой, сушеная рыбка. И Филадельфия моя любимая. И вот пришел владелец Филадельфии. Он обожает красную рыбку. Но сегодня не для тебя. Это для видео. У тебя есть свой корм. Не забывай об этом. Я читаю сейчас как раз комментарии под последним моим мукбанком. Где я говорю, что мне нужно купить подарок. И там некоторые пишут о том, что почему ты не даришь деньги. Самый лучший подарок это money, денюжки. Кстати, я сегодня была в свитере. Прикиньте, в свитере в мае. Ну что поделать. Я бы с удовольствием и куртку одела. Просто куртка была далеко. Ну в общем, что касается подарка и денег. Если говорить чисто о моем двоюродном брате, то однажды мы пробовали дарить деньги. И он не взял. И последний раз у мамы был день рождения. Они решили подарить деньги. И мама не взяла, мама сказала, не надо ничего. И тем более они не отмечают. Это просто чисто в семейном кругу. Я и они вроде. И все. Вот. То есть это не в ресторане, какой-то там банкетный зал и все дела. Просто домашняя обстановка. Все самые родные. Я просто решила поздравить. Даже если они не отмечают. Решила снимать мукбанг в гостиной. Приготовила уже вот эту штучку. Сейчас быстренько разложу. Сниму для вас мукбанг. И со скоростью света оденусь. И уже пойду. Кстати, роллы я разложила по-новому. Не знаю, как будет выглядеть в кадре. Сейчас притащу камеру и посмотрим. Выбрала, что надеть. Естественно, поглажу. У меня есть такая рубашка. Которая у меня в шкафу, наверное, уже лет пять. И за эти пять лет я одевала всего, наверное, раза два. И джинсы мои любимые. Такие же, как у Жали. Трубы. Я, правда, не знаю, как вам. Но мне вообще не нравится, как это все смотрится. Как-то неопрятненько. Мне кажется, вот эту рубашку, так называемую, нужно носить с джинсами скини. А то так как-то ничего. Верх конкретно нужно менять. Но теперь, я думаю, другое дело. И это вот маечка, так скажем. Или как кофточка. Она, мне кажется, как раз-таки не на жаркое лето. Потому что она связанная. Это вязка такая. В такую погоду самое то. Сверху курточка. И все. Готово. И аромат у меня Versace Crystal Noir. Кстати, девчонки, так удобно делать лазерную эпиляцию. Раньше, я помню, я надевала брюки, например. С рваной джинсой. Сразу думала, блин, вот эти места надо побрить. И здесь надо побрить. А сейчас это настолько удобно. На руках. Ни одного волосочка. Ни на теле. Ни на лице. Нигде. А еще у меня появилась еще одна идея, где можно сделать лазерную эпиляцию. Когда я собираю волосы. Вот, не знаю, вам видно, нет. Но здесь есть такие коротенькие волосочки. И вот мне мама до этого говорила, что было бы круто сделать, как у мужиков здесь. То есть, сделать какую-то линию, после которой волосы уже не растут. Поэтому здесь тоже я хочу в следующий раз сделать лазерную эпиляцию и быть такая идеальная. Это на самом деле так удобно. Особенно летом. Раньше я каждый, наверное, где-то 4-5 дней обязательно брила ноги. Сейчас просто этой проблемы у меня нету. Это просто кайф. Столько сумок скупаю, а ношу только вот эту на протяжении уже, наверное, полугода. Ее просто можно сочетать с чем угодно. Она безумно удобная, вместительная. В последнее время мне не нравятся огромные сумки, поэтому сегодня тоже беру вот эту вот. Покупала в Минесо. Короче, подарок я запаковал. Дома нашла пакет. Даже не знаю, откуда я его не покупала. Кто-то, видимо, что-то дарил мне в этом пакете. Господи, чешется. Все, теперь не чешется. Прикиньте, я спускаюсь вниз. Можно сказать, иду где-то 5 метров. Захожу в соседний подъезд. И все равно надеваю масочку. Я просто очень боюсь, что меня оштрафуют. И я такой, знаете, невезучий человек. Если даже я пройду 5 метров без маски, сто пудо у меня кто-то найдет, увидит и оштрафует. Вот, поэтому мне не везет. Именно из-за этого я всегда с масочкой. И еще я не люблю нарушать закон. Это на самом деле так. Ни в каких ситуациях не люблю нарушать закон. И думать, авось прокатит. Я не люблю рисковать. Сказали надеть маски. Надела маску и пошла. У Твикса появилась новая игрушка. Он просто как сумасшедший несется за этой игрушкой. Ну, хоть какое-то занятие бедному ребенку. Так, уже в лифте. Такой вот у меня лучок. Подарочек. И прическу, укладку мне сделал Ветер. Доехали. Восьмой этаж. А я уже на месте. Здесь готовится такая вкусняша. Баклажанчики. А я шо? Ты снимаешь? Я не отриваю. Смотрите, как красиво. Откуда у тебя такая крутая посуда? От вас, от вас. Любимые. А я говорю, откуда такая крутая посуда? Ну, не может быть. Оказывается, и я подайнила. Ну, да. Точно. Сугубо семейный день. Посмотрите, какая милая котейка. Только опасная очень. Всегда меня царапает. Боюсь. Ну, киамилья не царапает. Видите, как? Несправедливость какая. Посмотрите, какой стол накрыла первонет. Здесь курица табака с картошечкой. Здесь еще вкусняшки. Так как я дома наелась роллов. Я чувствую, что в меня очень много не влезет. Здесь у нас пиво. и все остальное. И все остальное. Вы знаете, когда я была в дверном брате, я была просто в шоке от их кошки. Она нападает, прикиньте, на меня. И только на меня. Поцарапала меня вот здесь вот. Сейчас вам покажу. Вот видите, здесь поцарапала. И еще рядом с пальцем. В общем, я сижу, ее не трогаю, никак не касаюсь ее. Она сзади нападает на меня и начинает царапать. Два раза напала на меня, прикиньте. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое. Она нападает не на всех, а только на меня. Элементарно, например, жена двоюродного брата берет на руки кошку. И я начинаю хвостик немножко гладить. Она резко нападает на меня. Она чувствует, что это моя рука. Очень агрессивная. С чем это связано? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто интересно. Возможно, она чувствует запах моего кота, поэтому нападает. Но раньше как бы она нормально ко мне относилась. Что произошло вдруг, я не знаю. Но я поняла, что мой котик, он золотой. Сына мамин, добрый мальчик, ест все, что попало. Какает, где попало. Никого не царапает, никого не трогает, малыш мой. Золото.